В Артёмовском были времена, и многие помнят, тот волнительный момент, которого так долго ждали. Ввод в эксплуатацию новой площадки Артёмовской ТЭЦ, пришедшей на помощь старушке Игрес, взяв на себя полностью миссию снабжения теплом артёмовцев. Сегодня устаревшая модель главной городской котельной, изношенные сети, привели к её нерентабельности. Тепловой ресурс с каждым годом для населения становится всё дороже. И это несмотря на, казалось бы, дешёвое сырьё – газ, на котором, собственно, работают котлы. По словам энергетиков, обслуживающих Артёмовскую ТЭЦ, выход есть – полная модернизация, которая должна быть произведена не только на котельной, но и в сетях. Насколько это нереально сделать, ведь всё упираются в финансы, понимают все. Поэтому вопрос остаётся открытый, а вместе с ним – мечты о таком энергоблоке, возводимом на уровне мировых стандартов, с высочайшим КПД и экологическими показателями, который возводится в городе Екатеринбурге. Работа по вводу в эксплуатацию ТЭЦ академическая, идёт по графику. К такому выводу пришли председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор ЗАО «Комплексные энергетические системы» Борис Вайнзихер. Осмотрев строительную площадку будущей станции. Первый камень в её строительство заложили в феврале текущего года. Этот проект – самый крупный и значимый в городской энергосистеме за последние 30 лет. Отметим, что инвестиционный проект строительства ТЭЦ академическая предусматривает строительство современной парогазовой ТЭЦ на новой площадке, примыкающей к существующей котельной «Академэнерго» в городе Екатеринбурге. Энергоблок возводится на уровне мировых стандартов, с высочайшим КПД и экологическими показателями, при строительстве которого применяются новейшие материалы и технологии. Одна из основных целей – повысить эффективность производства электрической и тепловой энергии и обеспечить развитие юго-западной части города Екатеринбурга, в том числе покрыть тепловые нагрузки в горячей воде, строящегося планировочного района «Академический» и прилегающих районов города. Срок ввода объекта запланирован на первый квартал 2016 года. Проект реализуется при административной поддержке правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга. Его стоимость – 10 миллиардов рублей. Посмотрели объект предметно в академическом, академическую ТЭЦ, посмотрели, что у нас все в графике, поэтому плановая работа, плановая стройка нас удовлетворила, ход строительства. Будем дальше, соответственно, наблюдать за то, чтобы этот проект обязательно реализовался, потому что у нас и центр, есть проблемы с теплом, и академически активно развивается, поэтому для того, чтобы мы вовремя все обязательства выполнили, вот и сегодня посмотрели ход строительства. На строительной площадке нового энергоблока ТЭЦ «Академическая» установили первую металлическую колонну каркаса главного корпуса – основного здания будущей электростанции. Общий вес металлоконструкции главного корпуса – 3500 тонн. За несколько месяцев здесь полностью подготовили площадку. Освободили от леса, провели земляные работы, вынесли коммуникации из зоны строительства. Уложили более 4 километров сетей, провели дренаж. Изготовили 360 буронабивных свай под фундаменты, каркаса главного корпуса и основное оборудование. Сейчас как раз стройка вышла в очень активную стадию именно строительства. До зимы мы планируем, что главный корпус будет построен, все основное оборудование будет завезено. И цель этой стройки – полностью продажа мощности с 1 января 2016 года. Оборудование будущей электростанции уже поступает от заводов-изготовителей. Так, с Подольского машиностроительного завода уже доставлено котельное оборудование. В ближайшем будущем на складе появятся элементы паровой турбины от Уральского трубного завода и генератора от НПО «Элсип». Готовы к отправке прошедшие приемку и испытания трансформаторы и водогрейные котлы. Поэтому наша задача, как Борис Филис сказал, должны координировать вовремя на те сигналы проблемные, которые возникают, соответственно, реагировать, решать и построить объект в срок. Вот это самая главная задача, чтобы объект появился, и наши жители не чувствовали и строители, и новые проекты, ограничения как по теплу, так и по электроэнергии. Также Денис Паслер и Борис Вайнзихер обсудили еще один крупный инвестпроект, реализуемый ЗАО КЭС в Свердловской области – строительство Нижнетуринской ГРЭС, которое началось в ноябре 2012 года. Это первый инвестпроект КЭС-холдинга в Свердловской области. Задача данного проекта – обеспечить гарантированную устойчивость энергоснабжения потребителей производственной и коммунальной сферы, повысить эффективность энергосистемы, решить ключевые проблемы энергобезопасности севера Свердловской области. В рамках программы будут построены крупные объекты генерации, проложены сети новых электроподстанций, воздушные и кабельные линии, электропередач общей протяженностью более 350 километров. Современная парогазовая ТЭЦ на площадке существующей Нижнетуринской ГРЭС будет обеспечивать покрытие тепловых нагрузок горячей воде городов Нижняя Тура и Лесной, а также предоставлять мощность на оптовый рынок в размере 460 мегаватт. После завершения реконструкции существующая часть НТГРЭС будет выведена из работы. Председатель правительства области Денис Паслер сказал, когда сегодня на севере области не хватает энергомощности, нуждаются в модернизации имеющиеся объекты. Новые установки Нижнетуринской ГРЭС – это хороший пример решения вопросов энергобезопасности частной компании, которой является ЗАО КЭС. Важно, что с реализацией проекта жители города будут получать больше тепла. Со своей стороны генеральный директор ЗАО КЭС Борис Вайнзихер отметил, что Свердловская область – один из самых больших регионов присутствия компании, и сообщил о планах на будущее. Это наш стратегический регион, мы здесь собираемся работать много и долго. У нас есть кое-какие планы, мы продумываем следующие планы после вот этих двух больших строительств. В планах ЗАО комплексные энергетические системы продолжать свою работу на территории Среднего Урала. Таким образом, у жителей Артемовского городского округа все-таки надежда есть хотя бы на реконструкцию уже имеющейся ТЭЦ. Продолжение следует...